Салют, я Харли, а это Гик ТВ. Поздравляю вас с возвращением из запоя вашей любимой рубрики ТОП 5 инди-игр. И сегодняшний рейтинг дался мне очень нелегко, потому что распределять места было как никогда сложно. Я не знаю, может быть мы договоримся с вами, что места так очень условно здесь расположены. Да, давайте. В таком случае, поехали. И на пятом месте у нас очень веселый трешечок Чучел. Чучел. Компьютерная игра жанра Point & Click Quest, разработанная студией Amonita Design. Релиз игры состоялся 7 марта 2018 года. Игра повествует о напоминающем комок пыли существе по имени Чучел, который пытается вернуть себе вишню, украденную у него гигантом. Розовый Ёж Кекел выступает в качестве одновременно лучшего друга, врага и домашнего питомца Чучела, который как помогает, так и мешает главному герою. Чучел это настолько непонятный и дикий в хорошем плане треш, что я до сих пор не до конца понимаю, чем он конкретно меня зацепил. Своим геймплеем и атмосферой абсурдности Чучел напоминает мне некогда очень популярную серию Troll Face Quest. Только в отличие от Troll Face Quest, Чучел берет своими харизматичными героями и какой-то милой, что ли, мультяшной атмосферой. С четвертого места нас осуждает Танькин родственник из Antventor. Antventor – приключенческая компьютерная игра в жанре point and click с максимально реалистичной и детализированной до мелочей графической составляющей. Игроку предстоит сыграть роль депрессивного муравья, который занимается разработкой различного рода изобретений. Главный герой этого квеста является чуть ли не полной копией моей Татьяны. Тот же осуждающий взгляд, те же очень глубокие тяжелые вздохи, когда кто-то лажает. И тоже желание максимально автоматизировать какой-либо процесс, чтобы облегчить себе жизнь и просто потом валяться с каким-нибудь сериальчиком в обнимку. Что же касается самих головоломок в Antventor, то скажу как есть, они нелогичные, они именно не сложные, они нелогичные, ребят. Это еще хлеще, чем вкуп эскейп. Все, откиньте просто логику, вы не поймете, что творится в голове у этого муравья. И как происходит та или иная логическая цепочка. В некоторые моменты я действительно не понимала, что от меня хочет этот скептик 2000, почему он меня осуждает и унижает прямо из монитора. А когда я все-таки выполняла поставленное передо мной действие, я, наверное, еще минуты три сидела и вопрошала. Почему так? Где логика? Это же игра про суперумного муравья. Но стоит отметить, разработчики очень хорошо постарались над тем, чтобы сочетать очень хорошую бэкграундную графику, которая очень реалистична, с мультяшными героями и анимированными вставками. На третьем месте нас ждет суровый гробочик из Graveyard Keeper. Graveyard Keeper – компьютерная игра в жанре симулятор в приключенческом стиле с элементами инди-адвенчуры. Разработкой игры занималась студия LazyBerg Games. Сюжет игры демонстрирует самые ужасные стороны капитализма. Деньги завоевали весь мир, и для их заработка уже не существует никаких границ. В игре вы станете владельцем кладбища. Как и любой бизнес, ваше дело требует постоянных капиталовложений. Самое главное, что вам следует запомнить, это то, что вас никто не будет водить за руку. И единственное, что расскажут, это вот самую минимальную базу. В игре работает принцип матрешки. То есть, например, для того, чтобы поставить верстак, вам нужен брус. Для того, чтобы сделать брус, вам нужна доска. Для того, чтобы сделать доску, вам нужен чурбан. Для того, чтобы сделать чурбан, вам нужно найти пилу и так далее. И это все нужно запоминать и держать в голове. Потому что чем дальше вы будете продвигаться по геймплею, тем все больше и больше действий будет прибавляться. А между прочим, за всем этим вам нужно еще успевать следить за кладбищем, как бы это наша основная обязанность. И выполнять побочные квесты от разных персонажей. К тому же, берем в учет то, что некоторые квестовые персонажи появляются лишь в определенный момент времени. И если вы их, не дай бог, пропустите, то придется заново ждать цикл, чтобы сдать, либо получить тот самый квест. Складывается ощущение, что разработчики решили полностью передать игроку ту сложность, с которой живет главный герой. И что я могу сказать, у них это очень получилось. Потому что лично я до сих пор затупок в этой игре. Все время что-нибудь дозабуду. На втором месте у нас озорная смерть из Flipping Death. Flipping Death это приключенческий платформер-головоломка с ярким и красивым мультяшным миром. В центре сюжета девушка по имени Пенни. Так вышло, что она умерла, как раз после увольнения, а после смерти оказалась в загробном мире. Да только душе ее не дали упокоиться с миром. Оказалось, что смерть ушел в отпуск, да так и не вернулся. Вот так и получилось, что на время отлучки смерти его обязанности легли на плечи Пенни. Flipping Death максимально залипательная игра в очень импонирующем мне сеттинге. Играя за Пенни, это чисто как просмотр фильма Тима Бертона, который решил экранизировать произведение Терри Претчета. Только в современном таком сеттинге. Проходить игру одно удовольствие. Очень удобное управление, красивые локации, цветовая гамма. Ну и конечно же просто потрясающая озвучка и проработка диалогов. Играя Flipping Death, начинает казаться то, что смерть это в принципе не так плохо. И даже, наверное, немножечко весело. Но не забываем, я никого к суициду не призываю. Это только Пенни повезло, то что смерть в отпуск ушла. Вам, возможно, повезет не так. Единственный минус этой игры заключается в том, что отсутствуют русские субтитры. Если на данный момент это пофиксили, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, потому что я с удовольствием еще раз пройду эту игру. Только теперь буду хотя бы точно понимать, что она говорит. Ну и на первом месте у нас немного меланхоличная французская история о монохромном мальчике Дезире. Дезире – Point & Click Adventure от французского разработчика Сильвина Сечи, который привлечет ваше внимание своим визуальным стилем. Это поэтичный черно-белый классический квест о человеке по имени Дезире, страдающий охромазией, тяжелым нарушением цветового восприятия, при котором больной видит окружающий мир в черно-белом цвете. Дезире – это такая классическая, добрая, очень сентиментальная и немного нуарная французская драма. Я уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни смотрел французские фильмы. И вы меня поймете, когда я скажу, что все французские фильмы имеют какой-то такой неуловимый шарм, которым не обладают те же голливудские блокбастеры, да и драмы тоже. То же самое и с Дезире. Еще на первых строчках диктора, на первое появление локации. И при первой встрече с главным героем вы почувствуете, как вас затягивает в этот монохромный мир, и вам хочется узнать историю этого несчастного ребенка. Несмотря на всю простоту управления, некоторые загадки в Дезире заставляют все-таки задуматься и зачастую ставят в тупик. Только в отличие от ранее рассмотренного нами Antventor, здесь все-таки присутствуют причинно-следственные связи и логическая цепочка действий. Каждая из представленных пяти игр заслуживает вашего внимания. Как минимум потому, что во всех них есть загадки, которые заставят пошевелить мозгом. С учетом того, в каком времени мы живем и как хорошо работает интернет, это очень полезно, я считаю. Ну а мы с вами на этом, пожалуй, закончим. Предлагайте мне новые инди-игры в комментариях под видео. Также не забывайте подписываться, ставить лайки, вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши инстаграмы. А мы с вами увидимся через неделю. С любовью, Харли!